Музыка Вас приветствует вторая часть передачи «Моя профессия». Сегодня мы расскажем вам о единственной и уникальной в своем роде кузнице музыкантов в высшей школе музыки. Еще в 90-е годы в Якутии критически не хватало собственных профессиональных музыкантов, в частности оркестрантов и преподавателей музыкальных школ. И тогда в общественном сознании республики назрели идеи развития профессионального музыкального образования и прежде всего организации обучения одаренных детей из всей республики в специализированной школе. Эти идеи поддержал и осуществил первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. Поэтому, когда вскоре начались реформы в сфере российского образования, было решено основать на базе канадской деревни необычный комплекс, который бы объединял начальное, среднее и высшее музыкальное образование. Таким образом, в 1993 году началась история высшей школы музыки Якутии. Сегодня высшая школа музыки – это обустроенная современная деревня, построена по канадской технологии, в которой можно комфортно жить и получать аж три ступени образования. Если объяснить по-простому, идея на то время была революционной. Вот так все работает в высшей школе музыки. К примеру, есть одаренный ребенок. Он поступает сначала в начальную школу, познает о музыке, нарядуется школьной программой, после получает среднее специальное, а далее и высшее образование. Те обучают лучшие музыкальные кадры и даже приглашенные авторитетные мастера вузов и консерваторий России. Это отдельное пространство, в котором все диктуется музыкой. Естественно, отношения наши выстраиваются благодаря музыке, ради музыки. И, естественно, возникает свое социокультурное пространство, своя атмосфера. И это очень важно. Мне кажется, эту атмосферу создают буквально все. Специально у нас отбор происходит в конце мая, в начале июня. Ежегодно, как все учебные заведения, вносит свой план приема, вносит свои экзаменационные требования. Работает целая комиссия. Готовность к обучению, природные музыкальные данные, восприимчивость музыки и так далее. То есть, вообще-то, родитель, наверное, желающий, чтобы ребенок его реализовал, смешил себя в этой жизни, наверное, присматривается к своему ребенку. И, конечно, если вы чувствуете, что у вас ребенок как-то отзывается на музыку, если он эмоциональный, если он открытый, то это первый признак того, что надо приводить в нашу школу и пройти прослушивание. Культивируется в сфере образования. Это, прежде всего, непрерывность образования. Она есть с самого начала в нашей школе. Это индивидуальная траектория обучения. У нас почти 40% учебного плана преподается в индивидуальной форме. Являются ведущими артистами оркестров, очень известных оркестров. Наши ребята играют, например, в оркестре под управлением Владимира Федосеева, в оркестре Большого театра, в оркестрах разных, в том числе, например, в Германии, в симфонических оркестрах, в Марокко. Я знаю, что наша выпускница преподает в музыкальной академии в Канаде, в Торонто, под Торонто. Ну, то есть, я хочу сказать о том, что мы можем, в принципе, уверенно сказать, что наши выпускники, они конкурентоспособны. Судя по тому, что у нас трудоустройство абсолютно стопроцентное. Не только в республике, не только в городе Липутске, не только даже в стране, но и в стране. Одаренные учащицы отбираются из разных городов и улусов нашей республики. После чего педагоги превращают в ребят первоклассных музыкантов. Именно они, в свою очередь, также раскрывают таланты в детях, музыкальных школах и детских учреждениях. Как говорят сами педагоги, освоить инструмент – это не только талант, но и долгий, кропотливый труд. В чем сложность этой профессии? Потому что большинство людей думают, что мы просто стоим на сцене и просто играем. А на самом деле нам нужно учить ритм, какую гармонию, салфеджо. Нам нужно хорошо петь и учить музыкальную литературу. Там много композиторов и все их произведения искусства. Ты счастлива, что выбрала эту профессию? Я счастлива, потому что я с детства мечтала стать музыкантом и в будущем хочу стать хорошим педагогом. Я на саксофоне играет четвертый год. Мне очень нравится этот инструмент. Ну, может, потому что он более необычный, красивый. Здесь очень хорошие преподаватели, профессиональные. То есть они могут нас научить тому, чему учат в простых школах очень долго. Место постройки комплекса было выбрано не зря. Она находится вдали от городской суеты, на лоне природы, где свежий воздух и поют птицы. Тут оснащены учебные корпуса, просторные классы и аудитории. Места для проведения музыкальных мероприятий. Здесь замечательная столовая, где вкусно кормят. Большая библиотека. Конфортные домики для проживания. Дорогие телезрители, если вам интересны музыкальные профессии, то отчимы вас могут обучить в высшей школе музыки. Вы можете освоить такие профессии, как артист-оркестра, ансамбля, концертного исполнителя и преподавателя. Профессионально освоить игру на фортепиано, на струнно-смачковых инструментах, скрипки, альти, виолончели, арфи, контрабаси. Духовых инструментах, трубе, плете, кларнете, саксофоне и фаготе, а также балторны, тромбоне, тубе и габоне. Чтобы узнать подробнее о педагогах и учениках, наши юные корреспонденты встретились с ними лично. Ульяна Семеновна работает музыкальным преподавателем уже 20 лет. К музыке пришла в раннем возрасте. Ее опыт и любовь в дело воспитала немало профессионалов в нашей Родине. Как Вы пришли к музыке? Музыку я пришла благодаря своей накласснице. Она училась в музыкальной школе, и она умела играть на фортепиано. Я к ней в гости доходила, и поэтому она меня вдохновила. Я захотела играть тоже на фортепиано, и потом по окончании первого класса пошла, записалась в музыкальную школу. И самое первое произведение, которое меня научили, это был собачий вальс. Вот так вот и начался мой путь. Чтобы стать хорошим музыкантом, нужно прежде всего иметь талант. Но на одном таланте далеко, конечно, не уедешь. Нужно обязательно изо дня в день заниматься, нужно быть терпеливым, нужно быть одержимым, даже можно сказать, чтобы любить музыку. Одним из самых сложных инструментов считается скрипка. Чтобы овладеть ее душой, требуется года практики. Афанасий Герасим предподаватель по скрипке. Пришел к музыке в раннем детстве. День, когда его пригласили на учебу, был самым счастливым. Ну, здесь практически всему обучает эта школа. Так как, во-первых, здесь углубленно, профессионально занимаются именно музыкой по специальности. Помимо этого, здесь есть еще и общеобразовательная школа. Там есть все уроки, которые проходят дети в городе. И еще ты тут очень учишься быть самостоятельным, так как живешь без родителей. И вот такой комплекс музыка углубленная, общеобразовательные уроки и подготовка к самостоятельной жизни. Здесь есть все. Канадская деревня очень уникальна. Тем, что не выходя за забор вот этой деревни, можно получить буквально все. Потому что здесь есть и своя столовая, где очень вкусно кормят. Есть медпункт, где следят за здоровьем. Если вдруг что-то случится, то там тебя подлечат, да? Есть и пожарная часть, и гараж, и автобусы, которые постоянно курсируют, да? Привозят и отвозят учителей, которые пораньше приезжают, занимаются с нами. Ну и в таких условиях, я думаю, грех не выучиться. А в чем все-таки главное преимущество скрипки? Преимущество скрипки? Ну, во-первых, скрипка – это, ну, не зря его называют царицей, да? Потому что это является главным инструментом в оркестре, знаете, да, первая скрипка. И на скрипке сложнее, чем на остальных инструментах играть. Это не просто там научиться держать и двигаться, да? Туда надо вложить свою душу, свои мысли, все, что ты чувствуешь. Сергей Лебедев – выпускник высшей школы музыки, а ныне мастер фортепиано. Знает, наверное, каждый сантиметр в канадской деревне. Он не подозревал, что обычное детское влечение станет любимым делом жизни. А кушать в своей профессии? Я в 7 лет поступил в высшую школу музыки, которую закончил в 2007 году. Потом, после окончания этой школы, я продолжил обучение в Красноярской академии музыки и театра. И также закончил там же аспирантуру. Конечно, я здесь учился у замечательного педагога, у Альбины Леничной-Герайсмовой, которая и по сей день работает в этой школе. Это ведущий педагог нашей республики, я считаю. Вот, я и у нее проучился вот 10 счастливых лет. Ну, когда дети сюда поступают, они, конечно, сразу сталкиваются с определенными какими-то требованиями, да? Это надо очень много заниматься ежедневно, очень систематично. Это надо успевать делать большой объем работы. Мои ученики, ну, многие уже стали лауреатами международных, российских и республиканских конкурсов. На сегодняшний день в высшей школе музыки обучаются 185 учащихся и 95 студентов вуза. За истекшие 25 лет учащиеся и студенты более 700 раз становились лауреатами и дипломантами конкурсов международного, всероссийского и регионального уровня. Многие ее воспитанники являются обладателями престижных наград и стипендий. Признанием достижений стало избрание Якутска с 2011 года с местом проведения отборочных туров первого Всероссийского конкурса музыкантов. О конкурентоспособности выпускников свидетельствует их востребованность не только в Якутии, но и за ее пределами, в творческих коллективах России и за рубежом. На этом наша передача подходит к концу. Надеюсь, что кто-то из вас уже выбрал музыкальные профессии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok